Но самое главное, что заставить вас уйти в отпуск не может никто. Вы можете не пойти в этот отпуск и работать дальше. Согласно 21 статье Трудового кодекса, работодатель обязан предоставлять своему работнику ежегодный оплачиваемый отпуск. Его можно делить по 15 дней, можно отправить в один месяц, но предоставлять такой отпуск работодатель обязан. И обязан утверждать график отпусков. То есть каждый год в январе, в начале года работодатель утверждает этот график. Он может утвердить его в декабре на будущий год, в январе на будущий год, но такой график должен быть. И вы распределяете, когда бы вы хотели пойти. Либо вы выбираете период времени, который вам удобен, либо в соответствии с штатным расписанием. Но самое главное, что заставить вас уйти в отпуск не может никто. Вы можете не пойти в этот отпуск и работать дальше. Но когда вы увольняетесь, работодатель обязан выплатить вам за те дни неиспользованного отпуска, в которые вы не ходили. Например, при увольнении оказалось, что у вас 2 месяца неотгруленного отпуска. Что должен сделать работодатель? Он должен рассчитать вам стоимость этого отпуска и выплатить. То, что вы обычно получаете и называете отпускными, вам выплачивается при увольнении вместе с зарплатой в день увольнения. В случае, если вы не хотите идти в отпуск, указанный в вашем штатном расписании, вы можете написать заявление работодателю о переносе такого отпуска на другой период времени, обосновав, почему вам необходимо перенести дату вашего отпуска. Работодатель вправе отказать в переносе даты такого отпуска, поэтому я всегда советую сохранять дружественные отношения с работодателем. Часто бывает так, что отпуск может совпасть с больничным листом. Эти даты не идут друг другу в учет. Если во время отпуска вы заболели, то ваш отпуск продляется на то количество дней, которые вы провели на больничном. В том случае, если работодатель вам не дает уйти в отпуск, загружает вас сверхработой, то вы имеете право написать заявление на отпуск, написать заявление на согласование дат отпуска и в случае получения отказа обратиться в трудовую инспекцию и через трудовую инспекцию получить свое право отпуска. Отдыхать должен каждый. Не пренебрегайте этим правом. Перезагрузка нужна всем. Редактор субтитров А.Семкин